Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я хочу рассказать вам о пробниках корейской косметики, которыми я в последнее время пользовалась. Я обычно использую их в достаточно большом количестве. Как можете видеть, минимум 10 штук. Поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересно. Оставайтесь вместе со мной. Итак, у меня в последнее время насобиралось какое-то количество пробников. Я думаю, что уже стоит о них рассказать и уже выкинуть этот мусор, потому что сама себе сижу, думаю, что это какой-то сбор мусора у меня начинается. Давайте, наверное, мы начнем именно с Etude House Moistful Candelogen Toner. Я, к сожалению, вот его пробник забыла, но я, как всегда, себе здесь записываю то, что использую, какие у меня впечатления от продукта, потому что тестирую много чего. И где-то пробник я потеряла, но я им пользовалась совсем недавно, поэтому, по сути, помню свои ощущения от него. Помню, что у него очень такой был интересный запах. Он был какой-то такой цветочный запах, такой достаточно яркий, но не противный. Хотя я к запахам так очень категорично. Этот запах мне был достаточно приятный. И вообще, мне этот тонер было очень интересно попробовать, потому что, насколько я знаю, эта линейка от Etude House Moistful Collagen является достаточно популярной. Много кто ее хвалит, поэтому тонер мне был очень интересен. Но, если честно, я ожидала, что он будет более увлажняющий. Увлажнение от него было достаточно такое легкое. Я привыкла, что я пользуюсь корейскими тониками, которые дают такое классное увлажнение, что иногда ты нанес тонер и можешь бежать по каким-то своим делам. И потом уже где-то нанеси остальные продукты, если у тебя сильно нет времени. Этот тонер таким не являлся. Текстура у него была такая своеобразная. Она была и не жидкая, но и не гелевая. Что-то посерединке. В составе на втором месте был гидронизированный коллаген. Очень хорошо, что он именно гидронизированный, поэтому более глубоко будет проникать в структуру кожи. И также в составе есть экстракт семени Баобаба. Он там идет достаточно большой такой концентрации, он повышает эластичность кожи. Также у него хороший антиэйдж эффект, поэтому этот тонер, по сути, можно попробовать, если вы хотите попробовать какой-то неплохой тонер с неплохим составом. Но в составе, конечно, там есть алкоголь, но алкоголя как-то не ощущается. Он ни по запаху, ни по текстуре, ни по тому, как наносится на кожу, его не ощущаешь. Поэтому, я думаю, что ничего страшного, что он там есть. Можете попробовать, но если вы хотите что-то более увлажняющее, то стоит присмотреться к другим тонерам. Следующая вещь, о которой хочу рассказать, это сером Сульвасу. Я уже про него рассказывала в видео о фаворитах за 2018 год. Я на всякий случай оставлю ссылочку, если вдруг вам интересно. Я до сих пор им пользуюсь и пользоваться еще буду, потому что я заказала их на ebay в количестве 30 штук. Я думаю, что кто уже на моем канале достаточно давно знает, что Сульвасу это люксовая корейская фирма, поэтому она и покупает со мной пробник, потому что достаточно дорогая. А продукт, конечно, попробовать очень хочется. На ebay их можно, в принципе, приобрести по достаточно приятным ценам, но не все продукты не всегда можно достать. Но на что будет, я обязательно ссылки внизу оставлю, поэтому открывайте инфобокк, вся информация будет там. Это идет Сульвасу, Темтрейджер Реновайшин Айс Серум. У него такая текстура, она не гелевая, приближенная все-таки к крему, но такой как будто бы легенький кремик. Я уже давно говорила, что у меня кожа под глазами достаточно сухая, поэтому я использую двухступенчатый уход за кожей под глазами, и именно такой он мне подходит. У меня уже с 23 лет была какая-то такая сухая кожа, было достаточно большое количество здесь таких мимических пересушенных морщинок, и крем мне было всегда очень тяжело найти. И вот сейчас то, что я себе подобрала, мне очень нравится, мне, в принципе, нравится состояние моей кожи сейчас. Наношу его перед кремом, он очень легко распределяется, очень экономичный у него расход, быстро достаточно впитывается, но при этом даже самостоятельно хорошо увлажняет. Я иногда забываю наносить крем наверх, потому что у него тоже хорошие увлажняющие свойства. Обычно вот эти пробники, когда использую, я их выдавливаю в баночку из-под крема под глаза, такую маленькую. Я выписала небольшую выдержку состава этого серума, чтобы вы понимали, насколько там много компонентов полезных. Содержит экстракт коры сосны, солодки, пиона, лотоса, лилии, меда, шотландской сосны, женьшеня, какао и так далее. Там настолько большой богатый состав, что я сильно много не выписывала, но имейте в виду, что здесь полезных компонентов очень много, не то, что там один какой-то действующий. Поэтому вот эта марка Сульвасу, ну, я ее очень люблю. Дальше хочу продолжить тему ухода за кожей вокруг глаз. Здесь у меня идет крем от Миша. Возможно, я сейчас назову неправильное название Гумсуль Ай Крем или как-то так. Если вдруг я неправильно назвала, вы уж извините меня. Я уже показывала вот этот вот крем, что я приобрела его совсем недавно в видео о покупке корейской косметики. Я ссылочку оставлю здесь, если вам интересно, перейдите, посмотрите. Это еще старая партия, которую я заказывала еще до Нового года. И когда он у меня закончился, я очень-очень расстроилась и заказала еще. Потому что бывает, что ты используешь крем, и кажется, что, ну, все нормально, более-менее крем. Но когда этот продукт заканчивается, ты понимаешь, насколько он был крутой. У меня именно так было с этим кремом, потому что я сейчас хоть и использую тоже хороший крем с очень классным составом, у которого очень хорошие отзывы, но вот с этим кремом он не сравнится. Этот крем очень хорошо не то, что напитывал кожу, хотя это он тоже делал, он очень круто разглаживает морщинки. Это действительно так. Вот когда он у меня закончился, я уже сейчас вижу, что кожа под глазами не в таком классном состоянии, как когда я пользовалась им. Я сейчас допользуюсь тем кремом, который у меня есть, и обязательно начну вот этот, потому что у меня еще 10 пробников пришло. У него такая плотноватая текстура, не скажу, что очень плотная, он достаточно хорошо относится по коже. И единственное, что я вам хочу сказать, что бренд Миша в своих пробниках часто как будто не доливает. Имейте в виду, что продукта здесь не очень много. Видите, он у меня прям выдавлен, прям такой гладенький-гладенький. Я рекомендую, какие продукты так прям выдавливаю, чтобы прям все-все до конца. Вот у Миши уже который раз покупаю, знаю, что пробники идут, возможно, даже не по одному миллилитру, но можете купить этот крем по размеру, он стоит недешево. Почитала отзывы на этот крем, все от него тоже пищат, все в восторге. Многие говорят, что когда открывают баночку, там видно вот эти частички золота, которые здесь в составе есть. Но, если честно, у себя я в креме этого не заметила. Хочу вам тоже зачитать сейчас состав его, вернее, небольшую выдержку. Здесь в составе есть частицы золота, ферментированный сок дикого женьшеня, который питает, укрепляет кожу, дает мощное омолаживающее действие, ферментированный порошок из оленьего рога, питает кожу микроэлементами и экстракт гриба санг-хвои. Я уже говорила, что пользовалась маской с экстрактом оленьих рогов, она тоже очень круто подтягивала как будто бы кожу. Только не помню, от Сульвасу или от Захистрио Ву, я про нее уже на своем канале ранее рассказывала. Следующая вещь у меня, это идет от Сульхен Гинсен Эссенс. На нее, кстати, очень много положительных отзывов, мне тоже нравилось ее очень пользоваться. Я ее показывала в видео о каком-то своем зимнем уходе, то ли вечернем, то ли каком. Я здесь ссылочку оставлю, если вам интересно, посмотрите, какая у нее текстура, если вас вдруг этот продукт заинтересует. Здесь он у меня, конечно же, тоже в пробниках. Я вообще эту фирму Сульхен для себя или Сульхен открыла совсем недавно, наверное, зимой, поэтому мне очень стало интересно ее попробовать. Я заказала еще крем для глаза, заказала крем для лица. Крем под глаза у меня сейчас вот еще будет. Данная сыворотка имеет очень такую интересную текстуру, она такая тягучая немножечко. Может напоминает со слизью улитки какие-то продукты, вот что-то такое. Очень приятно скользит по лицу, когда ее наносишь. Очень хорошо кожу как-то увлажняет, кожа сразу становится очень красивая, сияющая, такая увлажненная. Но данное средство очень сильно скатывается с лица. Это, наверное, самое сильное скатывающее средство, которое у меня вообще было. Потому что если его наносить где-то утром, было так, что я в вечер где-то почешу лицо, и под ногтями потом такие огромные катышки. Поэтому я потом уже старалась использовать это средство именно на ночь. Она изменяла такую текстуру, что она хорошо тонизировала как-то и даже подтягивала кожу. Я здесь для себя выписала немножечко выдержку из состава. Вам немножко здесь прочитаю. Обогащена экстрактами Годжи, Реймани, Полыни, Зеленого Чая, Имбиря, Цедра, Апельсина, Абрикосовых Косточек. Также витамин А, который является очень классным антивозрастным компонентом. Можно ее попробовать, но если где-то вот найду в пробниках, я ссылку оставлю. Но я заказала на каком-то из сайтов, уже сейчас не помню. И также Суренхия Витам Ферментед Ай Крим. Вот этот крем мне как-то зашел не очень, особенно после того, как я его использовала после вот этого крема от Миша. И после этого крема мне вообще как-то тяжело сейчас что-то другое тестировать, потому что данный крем, он вроде увлажнял кожу, но не было вот такого ощущения подтяжки именно кожи под глазами. Я видела, что у меня какие-то мелкие морщины, как-то кожа недонапитана что ли. Хотя, как говорю, на него очень много положительных отзывов. И моей маме этот крем очень понравился. Я не знаю, у меня особого желания им пользоваться нету. Хотя состав у него тоже классный. Я здесь тоже себе выписала. Здесь в составе идет жемчужная пудра, порошок аметиста, коллоидное золото, янтарный порошок. Также в составе есть экстракт жиншеня, меда и большое количество корейских лечебных трав. Он идет без парабенов, отдушек и тому подобное. Натуральный хороший состав, но что-то для моей кожи как-то он особо не подошел. Мне вот он не понравился, хотя я вот вижу, что много восторженных отзывов. Поэтому, скорее всего, что это именно так у меня, что его попробовать можно. Давайте, наверное, немножечко прервемся от вот таких вот люксовых, дорогих средств. Хочу вам рассказать, наверное, вот это пенки отопью. Здесь у меня только один пробник, но пользовался я им достаточно долго, потому что брала его на море, когда ездила. И мы там были, наверное, 10 дней или сколько. Мне практически на все время этой пенки хватило. Вот этого пробника 1 мл, по-моему, здесь был. Настолько эта пенка хорошо пенится. Я выдавливала совсем-совсем маленькую горошинку, вспенивала ее в руках, и она хорошо очищала кожу. Я люблю вот именно на вечер такое хорошее очищение, чтобы кожа была глубоко очищена. Поэтому я люблю после гидрофильного масла именно какими-то такими пенками, которые дают интенсивную такую пену, пользоваться они более глубоко, как-то очищают кожу. У меня очень сильно забиваются опоры, поэтому я люблю такое хорошее очищение. Знаю, что не все такое очищение любят, но если вот купить, допустим, какую-то нашу белорусскую пенку, в которой в составе есть сульфаты, та пенка действительно как-то пересушит кожу. Эта вот пенка, она немножечко, конечно, может подстянуть кожу, но если нанести сразу сверху увлажняющий тонер после того, как вы умылись, в принципе, ощущение стянуть из сети проходит. Если тонер этот хороший, конечно же. И покупаешь, хватает на год, а то и больше. Пенки эти очень экономичные. Следующая вещь, это от The History of Wu, тоже корейский люкс, идет Intensive Renewising Essence. Я уже, по-моему, про нее рассказывала. Я тогда заказывала для своей мамы в большом количестве. Здесь у меня было всего лишь 10 штук, но, естественно, я ее хорошо распробовала. Я ее, в принципе, пробовала и раньше. Она имеет такую интересную текстуру, текстура, наверное, искусственного меда, что ли. Она очень так тяжело как-то наносится на лицо, поэтому мне очень нравилось наносить ее именно на влажную кожу. Когда тонер еще не успел до конца впитаться, тогда она как-то лучше скользила по лицу. Она как-то очень интенсивно, скажем так, даже, наверное, питала, насыщала кожу. Это идет уже антивозрастная серия, и мне очень нравилась она на зиму. Она дает коже очень красивое сияние, как-то ее немножечко как будто подтягивает. Но то, что напитывает, насыщает, так это точно. Здесь в составе маточное молочко, экстракт дагоната, корни красного женьшеня, пиона и так далее. Следующая вещь – это крем от Sam 37, Secret Eye Cream. Заказывали ее для мамы, но и пару прорывничек досталось и мне. Вот этот крем как-то не зашел ни мне, ни маме. Он слишком легкий, он подойдет все-таки для, наверное, девочек до 30 лет, у кого особо нету проблем под глазами. Но, если честно, вот как сейчас занимаюсь макияжем, я бы сказала, что кожа под глазами пересушена практически у всех. Но есть вот девочки, которые не ухаживают за кожей, а она у них в хорошем состоянии. Вот, наверное, мне кажется, для таких вот этот вот крем. Он достаточно легкий, легкое такое увлажнение давал, как-то быстро впитывался. Особенно, если учитывать, что я использовала его зимой. Наверное, поэтому он еще больше мне не зашел. Возможно, на лето подошел бы получше, но как-то я не хотела бы особо на нем заострять внимание, мне не очень. Здесь, конечно, в составе несколько видов фильтратов грибков, также керамиды, неоциномиты и фирмы Масла. Поэтому состав хороший, но действие как-то такое посредственное. И следующий у меня идет от САМ-37, Flower Regeneration крем. Вот этот крем я заказала по ошибке, я хотела заказать такой крем под глаза, но что-то как-то невнимательно прочитала. Но крем меня не разочаровал. У него такая достаточно плотная текстура, этот крем подойдет либо возрастной коже, либо сухой, либо на зиму. Также от САМ-37 это ферментированная косметика, поэтому здесь состав будет шикарный. Я тоже в каком-то видео, наверное, постпилингового ухода и вообще в видео, в котором мы делали пилинг вместе с вами, я вот его использовала и говорила, что вот для этих целей он у меня и лежал. Когда нужно кожу так сильно глубоко напитать, хорошо запечатать уход, который был под низом, вот этот крем очень хорошо для этого подходил и мне очень нравился. Сейчас более приземленная косметика. Это у нас идет Benton. Я недавно тоже его показывала в видеопокупке корейской косметики, что заказала вот такие вот пробнички, уже ими пользуюсь и говорила, что сравню с ферментированной эссенцией от Пуррито. И вот сейчас вот ей пользуюсь. У этой другая все-таки текстура, у этой она очень похожа на средства со слизью улитки. Вот у Benton есть тоже с муцином улитки такая вот эссенция и она очень похожа даже по запаху как-то. Легкая приближенная к гелевой текстуре хорошо распределяется на коже. Мне одного пробника хватает на два раза, это, кстати, не все уже, которые я использовала. Она делает кожу более сияющей и немножечко ее увлажняет, я бы сказала так. Здесь, конечно, в составе тоже идет ферментированный фильтрат грибков, который является очень полезным компонентом. Я про него на своем канале очень много уже рассказывала, у него такое интересное действие. И сейчас, когда на лето хочется купить что-то более приземленное в плане того, что не кислоты, потому что солнце более активное и вот что-то такое обязательно приобретется. Но, скорее всего, что эссенция Пуррито, потому что эссенция Пуррито, кроме того, что придавала блеск коже, у нее была такая водянистая текстура. Я в прошлом видео о пробниках рассказывала об этом. Она очень круто увлажняла, и там очень хороший объем за ту же самую цену. Поэтому эссенция хорошая, но Пуррито лучше. Так, дальше от Охвы у меня идет Miracle Mysterizing Ampoule. Вот эти ампулки я уже тоже показывала, но как-то более подробно про них не рассказывала. Мне они очень нравятся, потому что они... Я их вот сначала заказывала для того, чтобы использовать для кожи под глазами. Мне казалось, она подойдет, потому что я уже говорила, что использую сначала какую-то жидкую текстуру, наверху наношу крем, но под глаза мне она не зашла. И я в расстроенных чувствах решила использовать ее на лицо. И помню первый раз, когда я ее использовала, я была просто в шоке. Кожа была бархатная, гладкая, напитанная, упругая какая-то, разглаженная. Вообще просто класс! Здесь в составе большое количество керамидов. Гиалуроновой кислоты и растительных экстрактов очень круто работает. Это единственное, что когда вы используете ампулу, имейте в виду, что надо ампулу. Если вскрыли, использовать ее сразу, потому что в такой форме продуктов особо нет консервантов. И она идет вот в нормальной упаковке, вот в таких вот ампулках стеклянных. И если ее не использовать быстренько, то все полезные компоненты очень быстро распадаются. Поэтому имейте в виду, если будет такое приобретать. Я тоже покупала на ebay, по-моему, в количестве 30 штук. Они мне еще есть. Очень люблю где-то накрывать вот этими ампулами. Какими-то эссенциями, которые хорошо глубоко работают, но, допустим, недостаточно увлажняют. Я сверху нанесла вот эту ампулу, прикрепила крем, и у меня просто красота на лице. И напоследок оставила крем от The Face Shop. Название я лучше напишу здесь, потому что оно какое-то для меня сложное. Оставила, несмотря на то, что у меня был один кремик. И я, если честно, даже не видела сначала, что вот это вот The Face Shop. Я им попользовалась. Он был такой приятный. Приятная такая текстура. Она и не легкая, и не плотная. Какая-то такая средняя. Очень хорошо увлажнял кожу. Здесь составит тоже большое содержание экстракта с джиншеней, и на него очень хорошие отзывы в интернете. Хотя их не очень много, но отзывы положительные. Он такой нежный, хорошо, приятно впитывается. Им приятно было пользоваться, и цена уже более у него приземленная. Поэтому, если вы ищете какой-то себе кремик, то можно, в принципе, прикупить и вот такой даже в полноразмере. На сегодня это все у меня. Конечно же, на моем канале такие видео еще будет, потому что, так как вы видели, пробников у меня достаточно много. У меня такая коробочка стоит с пробниками, и я все думаю, чем пользоваться дальше. Я как царь над златом чахну, над своими пробниками. Меня так радует то, что я могу очень много чего попробовать и сделать вывод, знать, какой полноразмерный продукт себе купить. Поэтому очень надеюсь, что такие видео вам полезны. Вы для себя узнали что-то новое и интересное. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня пальчиками вверх. И увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok